коллектив всем здравствуйте остановился вот таком прекрасном месте чтобы специально чтобы записать для вас вступление в общем сейчас вкратце расскажу что почему и как так друзья выехал я за сотню километров от дома мне еще предстоит не знаю тут километров 20 наверно бездорожье или около того в общем друзья конкретно называть это место не буду если кто-то узнает бог с ним но конкретно я не скажу куда и зачем я куда именно я еду еду я сегодня друзья в планах сейчас едем за грибами грибы у нас будут это грузди в первую очередь будем смотреть грузди знаю там одно местечко очень хорошее интересно поэтому съезжу туда но по дороге уже сюда ехал видел знакомых людей останавливался и в общем как говорят что слой первых груздей был повыщелкали короче там место тоже не особо большое но такое грузди мохнатые такие блин знаете жирные толстые ладно друзья в общем все равно думаю все равно в общем то поездка у нас сложится все равно я думаю что не зря если нету груздей мы зайдем вот видите тут беломошник бара набору сто процентов есть белый гриб поищем белых грибов также здесь неподалеку есть поселок в этом поселке был большой леспромхоз у меня с собой металлоискатель покопаем металла также впереди нас ждет такое серьезное бездорожье оффроуд будет оффроуд друзья вчера выровнял площадку бампер под лебедку это видео было на втором канале так что придется наверно жестко там порубиться в общем когда последний раз я там был мы ездили на козлике на стоковом практически только был маленько он лифтован и все на обычной стоково резине типа там яшка там такая обычная резина короче это приходилось так на военных мостах он был татуазик козлик приходилось так серьезно там рубиться рубили лес там делянку ну не знаю возможно с тех время с того времени что-то изменилось то что ладно поедем все увидим друзья в общем доеду до бездорожья и там наверно уже включусь ну 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 Продолжение следует... 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 джесси можно побегать да джесси какая вымахала здесь как у нас часть ну что ж где-то было время грузди здесь вот буквально вот здесь стоял лесовоз грузился андрюшка шубин и пока он лесовоз грузил я вокруг него полтора ведра просто вот тут вокруг эстакады пробежал полтора ведра груздей такое вот время было тогда грибное груздей пока нету пока только вот такие переросшие шляпы белых грибов трогать его не буду пускай доживают свой век хоть семена раскидает груздей пока не вижу мне сейчас тут по дороге останавливался мужики на хорвастерах лес рубят разговаривал с одним так понял с мастером них нету говорит груздей еще вроде как не пошли они здесь я уже находил только не здесь правда на говорю сейчас тут похожу если ничего не встречу груздей никакие поедем на бара поищем белых грибов можно будет заехать на поселок покопать чермет так что все равно думаю поездку то это надо будет окупить любым способом первые грузди друзья но это не те это у нас скрипуны если сейчас после дождя они не скрипят а так ногтем по ним проводишь они должны скрипеть ну тут сразу видно скрипунов то уж от сырого груздя я думаю большого ума не надо отличить так ну вот вижу вон стоит скрипун тоже вон скрипун переросший может все-таки и сырой и сырой все-таки может попадется вот видите тоже скрипуны стоят ну или как их сухие грузди по-другому до называют я не знаю может сухие грузди и скрипун это два разных вида груздей в общем такие мы не берем бычки попадаются красавичек довольно много но волнушка встречается но это пока все не то этих грибов можно набрать и не ездя за сотню километров грусть если он только пойдет конечно его надо хорошенько высматривать то их практически не видно из-под амхата когда он маленький ну а вот друзья тот самый балок из кабины тепловоза сделаны вот когда-то вот эту делянку рубил вот тут как у нас просто волока были нарезаны вот так выборочная рубка тут было этот балок раньше не здесь стоял он стоял там немножко впереди где вам показывал сейчас вот сюда видимо перенесли тут говорят после нас еще хорвастеры рубили правда не знаю где то было когда это было неприличные надписи догони догонишь хрен догонишь написано такой вот болотчик сделан как его еще на металлолом то не увезли такой разбомбленные уже ну от дождя еще можно спрятаться правда печки нету печурка тут стояла но она такая маленькая печурка то было ахова печки нету когда-то обедал в этой будке в этом балке и железо то такое есть добротно каково счет отсюда на металл не уволокли вообще не представляю дорога сюда идеальная можно сказать хоть на жигулях лети да нет она вроде бы тут и стояла что-то я путаю наверное я уж 10 лет назад так я уж начинаю немножко забывать что как тут и почему да она тут у нас состояла где-то здесь на этих пеньках возле этих пеньков костровища жгли но уж не помню где возможно где-то здесь а нет вот тут от костровища было да вот здесь вот было костровище у нас весело конечно тут было работали тут как бы нас несколько человек но я да у меня племянник илюшка вахтовали мы здесь короче и местные мужики были тракторист был местный я валь я валил илюха суча пилил титаник ну и надпись ладно пойдем грузди искать только я думаю что вряд ли что-то найду придется на бара выезжать белые искать вот они друзья красавцы туда вот он царский гриб вот тут они такие тоже жирненькие мохнатые когда маленькие конечно есть и переросшие наверное буду сейчас и переросшие пока брать потому как неизвестно в каком количестве их они тут растут много ли их мало ли ничего страшного сейчас будем пока и переросшие брать тара у меня есть может есть куда их тары под все хватит и под белые под грузди обычно когда тары наберешь с собой много грибов попадаются мало как закон подлости такой когда сюда первый раз я приехал за груздями тогда еще даже не работал здесь после этого и работать то стал и в общем как сказать тары с собой вообще практически не взял я взял с собой полтора ведерную корзину ну тип такой же и все я думал а чё там грузди так чуть-чуть пособираю я приехал их тут с повадима я иду собираю сначала все подряд так же вот как сейчас груздей все больше и больше чем дальше в лес тем больше груздей я стал уже большие выкидывать маленькие ложить потом ложит то некуда все пакеты тут у мужиков бригада тут работала в лесу них все пакеты собрал так вот короче я тогда набрал что-то три ведра наверное и все вот чисто вот такие маленькие большие потому что уже потом даже внимание на них не обращал некуда было ложить а как тары с собой наберешь так никаких грибов нет так ну друзья грусть встречается правда не в таких хороших количествах кстати вот видимо несколько дней назад тут кто-то большие переросшие такие грузди так ну тут две штучки на этом месте уже рядышком еще парочка вылезла красавцы на больше пока не вижу редко встречается вообще мало их как бы я с тобой что-то и ножик то забыл как обычно что-нибудь да забуду там придется их но их все равно перебирать их можно обрезать потом бы аккуратненько вот это серединку то вернулся к машине с груздями дела пока обстоят как то только так ладно поеду набор таких боровых грибов поищу пока ходил кроссовок развалился у меня сапоги с собой переобуюсь хорвастеры лесок косят вообще поле после себя оставил блин хоть бы лес то было нормально а то тут сосничок чипыжник и совсем молодой что тут такое как полу болотина итак друзья доехал я до бора до беломошника теперь настал черед белого гриба посмотрим найду что-нибудь нет я сейчас так-то далеко от поселка как может эти крайние бора не так выхожен народ то все равно мало сюда ездит в конец наверно я уж туда из конца еду так заехал на крайние самые бора прогуляюсь посмотрю на навигаторе поставил точку где машина стоит а то тоже местность незнакомая так на видно грибы резаны грибы есть местность незнакомая чтобы не блудить лишний раз возле машины тоже крутится постоянно не будешь грибов друзья очень мало а если что то и есть то вот такие вот молюстёхоньки вот так же тоже маленький нашел это второй белый гриб который я здесь вообще нашел грибов можно сказать нету то ли слой отходит то ли что все в пеньках не переросты шеи больших нету все срезано покрошено уже давно видно маленьких тоже или я просто не вижу или правда настолько мало я уж тут наверное час хожу по лесу а то вот второй гриб всего не знаю куда с такими грибами то я бы знал что наоборот так мало грибов так я бы там хоть красных да бабков бы нарезал где грузди собирал их то там встречалось много да грибов здесь что-то совсем мало я блин сколько ходил один красный лисичка большая и два маленьких беленьких все но зато мусору я смотрю в лесу просто вот просто смотреть на это невозможно так что друзья есть у меня пакеты мешки короче я щас беру пакеты мусор тут какой возле машины здесь видимо такая стояночка там впереди тоже еще есть тоже ходил много короче мусора здесь соберу наверно вывезу чем в лесу зачем вот это тем более такие места знаете вот набор приходишь отдыхать приходишь отдыхать там грибы собираешь отдыхаешь вот видишь вот это и просто думаешь блин здесь то это надо вот так вот нагадить какие места ребята вот все равно люди едут на машинах не уж то у тебя в машине не найдется место вот под такой пакетик мусора вот это я просто не понимаю нет ты приедешь блин тут побухаешь вот эту свою гадость поставишь вот так вот бросишь и увидишь попил водочки лимонадиком запил да потом это все тут бросил конечно бутылка и понятно оно как бы это экологически чистый продукт там стекло да ничего такого но все равно посмотрите но красота же да так 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 но и здесь тоже мусор пособираю поеду может по дороге где-то еще что-то попадется тоже соберу у меня много пакетов там мешки говорю есть так что надо надо от этого избавляться тут сейчас на поселок все равно выедут напасть на поселке уже выкину в мусорку еду а тут у нас очередная свалочка прямо посреди леса посреди бора ладно бы какого-то там леса то дремучего где люди не ходят но опять же где люди не ходят там обычно чисто прибираюсь так ну вот совсем другое дело не правда ли хоть где-то чище станет остановился в очередной раз собрать разбросанный по лесу мусор ну и давайте друзья я пока прибираю здесь вам бы хотел порекомендовать еще раз канал на поиске металла друзья как-то раз уже упоминал про этот канал я понимаю что это там не какой-то там супер топ но у человека тоже мне кажется огромный потенциал есть давайте друзья хотя бы тысяч две-три тысячи поможем человеку собрать подписчиков хотя бы чтобы человек смог включить монетизацию на ютубе вот она же как пока у тебя нету 2000 подписчиков ты не можешь включить монетизацию так что друзья давайте поддержим человека мы канал то собственно довольно интересный так что ссылочки все в описании переходите подписывайтесь я пока мусор собираю доехал друзья до поселка блин каково мое удивление когда я увидел здесь мусорные баки вот мусор который удалось собрать в лесу сейчас его сюда и выкинем надо же тут поселок то богом забытый мусорные баки стоят вот это я удивился конечно что ж друзья на этом сегодняшнее видео заканчивается ну а вы подписывайтесь на канал также подписывайтесь на канал на поиски металла передавайте гоше от меня привет ну а я с вами прощаюсь на несколько дней следующей серии будет обязательно металлокоп вот в этом поселке здесь был большой лес промхоз ну короче это все вы увидите в следующей серии так что друзья как обычно не подписываемся на канал не ставим лайки не комментируем всем огромной удачи счастья здоровья и пока какой-то песик прибежал песик ты чей будешь прикольный песик и